открытый микрофон здравствуйте уважаемые слушатели эта программа открытый микрофон студии владимир платится на я также приветствую всех тех наших замечательных друзей которые смотрят нашу программу сети интернет сегодня у нас в гостях человек который вы хорошо знаете у нас бывает не могу сказать что очень часто но приходит не отказывает начальник отдела экологии нашего города альберт горячий здрасте альберт викторович здрасте владимир добрый день всем нашим уважаемым жителям вот хочу сказать что если приглашали чаще то я бы чаще и был очень счастлив по мере поступления вопросов альберт викторович мы вас приглашаем сегодня у нас такая тематика конечно которую я хотел бы вас попросить в программе открытый микрофон чтобы немножко рассказали о том как сегодня работает отдел экологии видел действительно очень много что основные задачи чем вы занимаетесь действительно дел очень много и каждый год у нас начинается с того что на совете депутатов с меня спрашивают а что мы сделали за прошлый год и вопрос стоит конкретно да какова экологическая обстановка в нашем городе там например за 2014 год потому что мы сейчас 15 вот прошлую среду на рабочей комиссии я докладывал нашим депутатам что было сделано вот и в принципе могу немножко сейчас самые основные моменты рассказать нашим зрителям вот для того чтобы они хотя бы понимали да что что в городе у делается да и для улучшения экологической обстановке и вообще да какова ситуация так скажем в этом сегменте очень важном сегменте вот поэтому я сейчас все это расскажу постараюсь сжато вот но подробно значит святая святых нашего города это станция мр-16 это станция мониторинга атмосферного воздуха более того наша станция способна мониторить такие специфические загрязнители как фенол формальдегид мы ее усилили их два года назад и поставили купили пробу которая полмиллиона стоит для того чтобы мониторить постоянно и аммиак каждые 40 минут мы получаем вернее вру каждые 20 минут мы получаем информацию круглосуточно к себе в отдел а бывает и аммиака выбросы а почему объясню станция была поставлена именно для того чтобы мониторить такое предприятие как роквул которая для процесса производства используется для процесса полимеризации используется аммиачная вода а также используется а фенола формальдегидная смола которая в при высоких температурах выделяет такой страшный специфический загрязнитель как фенол и формальдегид канцероген да канцероген он пахнет но практически не пахнет канцероген вот естественно значит мы пытаемся защититься от этого да и для того чтобы ну производитель из таких спрашивать а что вы делаете для того чтобы улучшить в нашем городе да экологическую обстановку если вы здесь работаете то естественно мы должны предъявлять ну конкретные вещи да и как бы сказать иметь какие-то да какие-то доказательства да не на словах то должно было быть значит я еще раз вот здесь в эфире в прямом хочу заявить о том что у нас уже третий год практически нули то есть есть определенные пдк да которое утверждено значит в российской федерации это предельно допустимые концентрации выше которых это уже идет превышение так у нас не просто нет превышения у нас практически нули идут то есть в свое время совет депутатов администрации городского округа приложила очень максимальное усилие для того чтобы значит убедить руководство датское руководство потому что предприятие роквул это датское предприятие со 100 процентом вернее там 49 процентов капитала частного но 51 процент основной пакет принадлежит правительство да правительство дании вот поэтому разговаривать очень сложно сами понимаете это не предпринимателю там да какие-то преди можно там предъявить какие-то вещи да это правительство дании чтобы понимали в общем то убедили да вложились они сделали новейшую поставили камеру дожига а почему а для чего была нужна камера дожига то есть камера дожига она вот как раз когда происходит процесс вот этой полимеризации то есть вот это распушение идет камень базальтового порода при высоких температурах она становится как лава а потом вот при помощи процесса полимеризации ее начинают распушать да вот как и такую паутинку ватку и которая застывает да 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 и получается вот это вот ну грубо говоря структура да вот эта вата каменная вата да вот которая потом идет как утеплитель вот и вот когда вот этот процесс полимеризации идет, то выделяется фенолформальдегид при высоких температурах воздействия на фенолформальдегидную смолу. Вот этот газ, вот этот воздух, он проходит через камеру дожига и должен там дожигаться при определенных температурах. Но тогда, раньше, когда только это запустили, там в этой камере дожига была температура максимально 450-500 градусов. И сгорало не все. Не все, да, правильно понимаете. У нас все экологи, все это понятно. И производство. Да, и все, часть влетала в трубу. Естественно, все это потом рассеялось, осаждалось территорией нашего городского округа. Когда поставили новую камеру дожига, вложились туда, там стала температура дожига где-то порядка 800 градусов. Естественно, все стало дожигаться. Плюс поставили, там новейшие они поставили циклоны. И циклоны это, которые отсорбируют и, значит, отсасывают вот эти твердые частицы. Бывает, знаете, раньше, помните, из трубы летели, как хлопья какие-то. Да, кусочки. Да. Вот теперь этих кусочков нет, потому что они поставили новые циклоны. В том числе вот эти взвеси убирают. И у нас теперь и нули. Это действительно большое достижение нашего города. Это большая победа, так скажем, наша внутренняя. Вот. Справедливая победа, которую мы заслужили и которая, ну, нашим жителям, она просто была необходима. И тут на вопрос, да, что они там делают в администрации, есть такой закономерный ответ. Вот, например, вот это, да. Потому что действительно переговоры были очень сложные. Подключался совет депутатов на уровне Московской области, на российский уровень. Я вам скажу больше, на нас, на наш город, даже когда проходила всемирная конференция в Дании по вопросам именно окружающей среды, это было серьезно. Тогда еще был президент Дмитрий Анатольевич Медведев, да. Вот. И там, значит, премьер-министр Дании, значит, там задал такой вопрос, что вот ко мне обратилась королева Дании. Которая была здесь. Да, которая была здесь. Она обратилась и сказала, что у нас бизнес в России построен там в нескольких городах. Есть в Калининградской области, это Балтийский Калининград. Есть в Татарстане, значит, самый большой бизнес у них. И маленький бизнес вот в нашем городе, да. Небольшой завод, да, производство, да. Вот. И говорит, везде, вот вы сказали, что якобы вот в России там вкладывайте деньги в инвестиции. У нас хороший микроклимат, да, экономический и так далее, там, для бизнеса и так далее. Вот в городе железнодорожном нас притесняют, нас просто, говорит, задушили. Говорит, такие, говорит, нормы нам выставляют, что, говорит, в Европе таких нет. Ну, надо же. И к нам приезжал, и к нам приезжал, значит, с, я вам скажу, с аппарата президента Российской Федерации приезжал человек, который сказал, ребят, ну... Что вы там притесняете? Да, нет, ну, он не так сказал, он сказал очень корректно. Да, Тарас Васильевич там с ним как бы ввел переговоры. Он сказал о том, что просто, ну, найдите компромисс. Мы тоже, в свою очередь, поможем вам, чем можем, с ними переговорим. Но вы постарайтесь найти компромисс. Вы компромисс, очищайте воздух и все из компромисс. То есть, мы все покорную услугу чуть-чуть не сделали невыездным в Данию, да? Или врагом объявили в Дании, когда королева приехала. Вот, поэтому говорить о том, что мы ничего не делали, нет. На самом деле, мы очень много чего сделали, даже перешагнули через ноги политические вещи для того, чтобы это дело все сделать. Это правда. Программа «Открытый микрофон», дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Альберт Викторович Горячев, начальник отдела экологии города. Альберт Викторович, продолжая эту тематику, хочется спросить про... В контексте экологии мы всегда вспоминаем наши многострадальные леса и парковые лесные и парковые массивы, которые находятся в черте города. Но здесь мы пока понимаем, что пока город не объединен, естественно, это часть, за которую вы ответственность, собственно говоря, не несете. Но, тем не менее, вот то, что у нас находится на территории города, удалось сделать. Вот и второй этап Пестовского парка, и вообще, вот что касается наших зеленых насаждений. Кстати, в этом контексте, Альберт Викторович, я хочу вас попросить заметить такой вопрос. Вот кажется, да, три деревца небольших, да, на Пионерской. Ну, что это такое? А ведь все равно отдел экологии занимается этим вопросом. И вот этот, может быть, с этого момента мы начнем, именно как раз отношение не только руководства города, но и, может быть, в отношении жителей к тому, что у нас есть и что у нас осталось. Ну, давайте, значит, по порядку тогда, с чего начнем? Начнем с трех деревьев, да? Ну, давайте, да, конечно. Да, ну, на оперативке в понедельник я доложил, значит, всем присутствующим, да, это все начальники различных служб городских, вот, администрации города, значит, властных силовых структур городских и так далее. Вот, доложил о том, что у нас на прошлой неделе по заявлению инженера, значит, управляющей компании было совершено, ну, так скажем, хочется сказать, преступление, да, ну, наверное, не преступление, да, ну, а так. Правонарушение. Правонарушение очень неприятное, да, неприятное правонарушение, это у нас на пересечении Пионерской и, значит, Колхозной, как раз вот сейчас где стоит магазин Дом Знаний, вот там дальше торцом примыкает дом жилой, там три клёна ясенелистных кто-то, видимо, ночью по периметру обрезали кору, срезали, то есть, для того, чтобы, видимо, чтобы весной это дерево просто умерло. Эти деревья умерли. И срезали так, чтобы не было сразу видно в глаза, срез он прям белый, свежий, а как раз там идёт извёздки побеленное вот это деревья, там полтора метра, да, прям по этой извёздке, да, сточили, оно сразу, даже незаметно, вот с дороги идёшь, не видно, а когда вот ближе подойдёшь, то сразу видно. Значит, мы написали, значит, письмо в наше ОВД с просьбой о том, чтобы они организовали поиски и попытались найти, да, вот этих вот нелюдей, как я их хочу назвать просто, это просто, да, вот вообще какой-то беспредел. Неприятный очень факт, почему, потому что мы всегда тесно со всеми управляющими компаниями, у нас их около 20, там, вместе с СЖ по городу, мы со всеми очень тесно работаем. То есть, можно было устраивать обрезку и никаких вопросов. Да, управляющая компания сразу нам завезла. Если они кому-то мешают. Да, управляющая компания, да, это созидание, вот, компания наша, старейшая компания, очень, как бы, хорошая, значит, на хорошем счету в области, одна из лучших компаний, наверное, Московской области, вот, они сказали, что нам никто не обращался, то есть, мы всегда идём навстречу, мы всегда находим компромисс, то ли вырубить надо деревья, затемняет, там, некоторым, значит, оно не то просто затеняет, допустим, а там у них влажность какая-то повышенная создаётся, бывает такое на первых этажах, когда солнечные лучи не попадают, но грибок там начинает, такое бывает, правда, вот, я с этим сталкивался, вот, и мы всегда шли навстречу, почему, потому что, ну, там же люди живут, там, дети живут и прочее, там, старики наши, вот, то ли подрезаем, то есть, идём, как вот они скажут, мы так и делаем, здесь ничего этого не было, просто взяли и три дерева загубили, хорошие деревья, да, с хорошей развитой кроной, вот, в центре города, я попросил наши, вот, и спасибо, что вы этот подняли вопрос, пригласили, я попросил создать средства наших СМИ, чтобы они создали очень мощный общественный резонанс, да, сейчас по городу, вот, чтобы кто-то, я уверен, наверняка видел, хоть кто-то, потому что это центр города, там, ну, как бы, дома кругом стоят, может быть, камеры какие-то, так далее, то есть, я думаю, что люди откликнутся, вот, вот, ещё попрошу, что в социальных сетях тоже написали информацию. У нас есть, мы материалы наши размещаем, у нас есть группа и ВКонтакте, и в Однокласснике, и в Фейсбуке, так что... Отлично, да, просьба очень большая к вам, Владимир, чтобы, ну, разместили, действительно, чтобы люди откликнулись. Если кто-то видел, чтобы обратились к вам по поводу того, что... Вот, это вот по этому неприятному вопросу. Сразу могу ещё сказать, что в два часа сегодня там будут, у нас ещё будет съёмка с нашего, с телевидения «Электрона», который также мы попросили и привлекли их для того, чтобы они осветили это тоже и по телевидению. Ну, конечно, тут сложно, невозможно спорить с Альбертом Викторовичем, действительно, у нас осталось не так много всего этого в городе, зелёных насаждений. Конечно, не хотелось бы, чтобы мы сами ещё становились причиной тому, что растения погибают. Друзья, мы продолжаем нашу программу, вернём в студию через несколько минут, пока программы нашего Подмосковья продолжаются. Открытый микрофон. Мы продолжаем программу, напомню, уважаемые слушатели и наши зрители, у нас сегодня в гостях Альберт Викторович Горячев, начальник отдела экологии города. Альберт, ну, что ещё касается наших зелёных насаждений и наших лесов и парковых территорий, что ещё можно сказать в этом контексте, какая ведётся работа по их защите и сохранению? Я вкратце немножко просто кому-то, может быть, расскажу, кому-то напомню, кто-то уже знает это из наших зрителей, вот, что сделали мы в прошлом году, за прошлый год. Я скажу, что в прошлом году мы сделали беспрецедентно очень много мероприятий, то есть нам были выделены деньги, достаточно большие деньги, которые мы все использовали, да, по порядку просто начнём. Мы в городе за прошлый год, значит, вырубили порядка 1700 сухостойных деревьев и 650 деревьев мы подрезали. То есть вы это можете видеть, типа на Савихе ездите, да, как они вот красиво, прям такая аллея целая, как вот столбушки такие. Что будут столбики, они сами как обросли. Они все обросли, такие прям махнатые, такие красивые, да, так смотрится. То есть мы это сделали по всему городу в основном, хотя есть ещё над чем работать, то есть деревья есть, стареют, болеют, умирают и так далее. То есть мы над этим работаем, мы это продолжим всё и в этом году, естественно. Значит, по высадке мы в прошлом году высадили, во-первых, аллею, да, напротив керамика, знаете. Это 300 деревьев смешанных пород ценных и порядка 3000 кустарников. Это было и освещалось, и тоже в прессе, и по телевидению показывали, когда мы высаживали. Сейчас только мы весной будем за этим наблюдать, все ли принялись деревья. Если какое-то не принялось, мы их будем менять, потому что все деревья были посажены качественные, они были все с закрытой корневой системой. Дорогие деревья, первой категории, да, 8-9 летки мы сажали. То есть мы не шли на то, что, да, посадили маленький вот этот вот и ждёшь, когда он там дойдёт, а там деревья конкретно, да, вот уже. То есть мы их посадили и мы этой весной посмотрим, как они взойдут. Если что-то не взойдёт, мы поменяем. То есть у нас в контракте это было прописано. ГСБ, которая победила в аукционе, да, на право сажать эти деревья, она это знает. Дмитрий Анатольевич Кравченко, он всё это знает. Значит, следующее. Мы посадили по Пестовскому парку. Вы знаете, у нас Пестовский парк, он занимает площадь порядка 34 гектара. Значит, порядка там 4-3,5-4 гектара ещё принадлежит колхозу. Входит в состав Балашихинского городского округа, и это примыкает к бывшему колхозу Кирова, да. Вот. Но по своей территории 34 гектара мы в прошлом году освоили, и нам были выделены деньги, только 7,2 гектара. Это 1600 деревьев, поражённых караэдом-тепорофом, и в рамках губернаторской программы, да, «Сохраним лес, посади дерево», мы этим занимались. И была посадка, помните, да, 13 сентября как раз. То есть, это была масштабная посадка и в Балашихе, и в других городах под Москвой, в том числе и город железнодорожный. Но, с другой стороны, в Балашихе, дай бог здоровья, там, я посмотрел, огромная получилась территория, и там сажали маленькие прям саженцы, сажали. А у нас высаживались деревья уже тоже взрослые. У них другая немножко задача, я сейчас поясню, почему. Дело в том, что у нас в составе черте городского округа железнодорожный 5 лесных массивов, но они все принадлежат Мособллесу. То есть, мы не имеем права, у нас пока никакого юридического статуса, чтобы там что-то делать, выделять туда деньги, нет. Пока вопрос не решен о передаче их городским округам. Да, то есть, когда объединение произойдет, наверное, тогда руководство Балашихи, большой Балашихи, вполне может выйти на Мослесхоз для того, чтобы передать лесные участки, и тогда вы сможете контролировать и как-то заниматься этими делами. Естественно, может, да, такое возможно, и над этим будет работа. Но Пестовский парк у нас, это наш парк, который у нас в собственности городского округа. И на 7,2 гектара, вы знаете, там, которая огорожена, вот мы там вырубили 1600 деревьев, и там посадили порядка 500 деревьев ценных пород, и очень много посадили сосны. Елки хорошие, красивые. Елки мы не сажали. Но у нас сосна маленькая. Ель и сосна разные вещи. Да-да-да, много меньше. Значит, мы посадили там сосны, мы посадили там липы, мы посадили там березы, то есть, немножко, как бы сказать, разбавили именно хвойные породы для того, чтобы, во-первых, это лучше росло и было более красивое. Да он и был смешанный лес там. Он и был смешанный, вот. Значит, с караедом, типографом борьба будет продолжена, вот, если будут выделены, сейчас решается вопрос о выделении денег, и вот на эти оставшиеся 28 гектар, 27,5 гектар, да, для того, чтобы закончить этот вопрос. И также будет, конечно, высадка сделана. Хотя я могу сказать, что перед Новым годом, да, я тоже определенный шок был, да, когда, значит, и в социальных сетях началось там, то есть, люди подняли тревогу, что, а, вот одно дерево срезали, там же красиво вот эти стоят, значит, сосны, сосенки. Вот три или четыре сосны срезали, вот. Домой тащили. Наверное. Жалко. Да, наверное. Поэтому я вот хочу сказать нашим жителям, купите, пожалуйста, один раз потратьтесь, да, купите хорошие, красивые, есть искусственные, вот, как я в свое время, там, лет 10 назад сделал, вот ставим, вообще никаких проблем нет, и сердце не болит, да, и красивое сердце не болит. А потом можно купить веточку, принести ее, чтобы... Да, ради бога, да, если она там пахла, там, там... А, Мир, вы знаете, да, но мы тоже поступили следующим образом, мы туда сходили на Новый год, 1 января мы там отмечали Новый год, и причем отмечали с семьями, с маленькими детьми, которые приехали из зоны конфликта, которые проживают в нашем городе, волонтеры делали для них мероприятие, мы с удовольствием сходили туда, и все, ничего страшного, не надо совсем было ее никуда не рубить, не выкапывать, мы просто ее нарядили, ели вокруг нее, походили хороводы, потом сняли украшения, и замечательным образом все получилось. Олег, такой вот момент, и есть у меня несколько вопросов к вам, которые задают наши пользователи сети интернет. Диана Щербань нас спрашивает, почему в Павлино постоянно пахнет гарью? На протяжении большого количества времени к нам обращаются жители микрорайона, и вот чувствуется, время от времени действительно прям натягивает, откуда это, свалки или что-то другое, где это, вот, и мониторили в этот момент? Ну, я что могу сказать, мы тоже отслеживаем жалобы, регистрируем их обязательно в отделе. Значит, в прошлом году, в прошлом году действительно была проблема в Павлино, это вот, когда едешь из Савина в Павлино, вот дорога есть, и там огорожено, как раз с южной стороны, огорожено все забором, там будет строиться вот этот торговый центр «Лента», да, называется? Нет, «Лента» дальше, по-моему, нет? Нет, «Лента», «Лента» там. Да, там все вот это вот мощный такой мега-центр будет большой там, я не знаю, такой. И там вот за этим центром, за этим центром дальше, в лесном массиве, значит, Мособллесничество вырубало, как раз вот шла в рамках вот этой акции «Борьба с караэдом», типографом, да, они рубили сухие там, значит, ели. Такая же ситуация была и на Болшинской территории, за линией, да, вот напротив этого самого, где вот Кудзив, да, вот это вот бывший там военный институт, сейчас он называется, не знаю как, вот, вот там тоже самое, там мы фиксировали, да, очень много, часто очень фиксировали запах гари, мы фиксировали... То есть, они даже сжигали, они не давали... Да, я сейчас объясню, мы фиксировали превышение ПЦО незначительное, станция наша фиксировала, то есть, это правда. Значит, дело дошло до того, мы писали письма, да, писали письма в Мособлллес, мы писали письма, да, что, значит, в Министерство экологии, да, чтобы они дали комитет лесного хозяйства команду, да, чтобы хотя бы как-то упорядочили, да, это сожжение. Дело в том, что федеральным законом четко сказано, что при массовом, да, при борьбе с короедом вот этим, и при массовой, значит, массовой вырубке, да, санитарной, да, вот этих хвойных пород, сожжение происходит именно в пределах муниципального образования, где происходит эта рубка, прямо на месте, для того, чтобы исключить распространение. Распространение. Да, так точно. Вот. И там технология следующая, то есть, валят деревья, вырубают, потом счищать надо кору, это по технологии, дробить ее, в специальных контейнерах увозить, а порубочные остатки сжигают. Это вот так правильно делать. Вот. У них масштабы очень большие по площади. Естественно, им вывезти все эти порубочные остатки просто нереально было. Вот. Даже приезжал губернатор, помните, вот на ту, на Балашихинскую территорию, и даже смотрел, ему докладывали, там, с Мособлл леса показывали, и он, значит, обратился ко всем главам регионов, это Балашихинского, там, и города Реутов, да, значит, города Железнодорожной и так далее, для того, чтобы, значит, ну, люди, чтобы мы, муниципальные власти, разъясняли нашим людям, нашим жителям о том, что это необходимая мера, да, и она временная, и чтобы потерпели, что мы и делали. То есть, чтобы с пониманием к этому отнеслись и просто потерпели. Вот. В Павлино вот такая же ситуация тоже была, вот сжигали порубочные остатки, хотя я не исключаю, и мы ловили несколько раз, вот когда строили напротив новые, вот вы на этом пятачке, да, где Балашихинская земля, вот как раз то, что мы говорили недавно об этом, да. Значит, там внутри, как раз вот, где дома кончаются, начинается лесной массив, там тоже мы фиксировали кучи, там сжигали мусор они и так далее, то есть, втихаря, да, грубо говоря, то есть, нелегально. Вот. Ну, поймать сложно, но это тоже, естественно, там всякие резиновые какие-то изделия, там и покрышки были там и так далее, то есть, они все это сжигали. Но в любом случае, друзья, вы знаете, что если вы такие факты у вас есть, и вы видите реально, что кто-то делает такие вот мероприятия, надо обращаться, надо обращаться в полицию, надо обращаться. Естественно, а лучше еще обращаться, да, ставить нам, нас в известность, и еще лучше обращаться в Адмотехнадзор, вот, структура, она также находится на улице Интернациональной, Дома-20, где и мы находимся, то есть, в одном коридоре мы с ними. Они имеют статус государственных инспекторов и имеют право штрафовать сразу на месте. Да, зафиксировать, да, тут же ставить протокол и оштрафовать, и штраф у них просто, да, второй раз, я думаю, не захочется это делать. Понятно. Альберт Горячий, друзья, у нас в студии, у нас остается несколько минут для того, чтобы с ним пообщаться, Альберт, буквально несколько, прошу вас лаконично нам откомментировать. Екатерина Сумкина беспокоится, вот, Пролетарская 2, корпус 1, идет строительство детского сада, совсем недалеко, коммуникации обещают провести именно как раз в той части, где высажены деревья, деревьям по 25 лет, и, естественно, никакой кустарник их не заменит. Очень надеется на то, что вы обратите на это внимание, может быть, как-то посодействуете к тому, чтобы эти деревья все-таки не вырубались, там, вот, Пролетарская 2, корпус 1. Да, совершенно верно. Значит, я знаю, да, я знаю, что на территории седьмой школы сейчас вместо там старого здания спортшколы строится детский сад. Это муниципальная программа, программа губернаторская, в общем-то, очень значимый социальный объект для нашего города, вот, естественно, как бы сказать, туда брошены очень мощные силы для того, чтобы в этом году этот сад нам построить и сдать. Вот, мы были неоднократно, значит, заинтересованы, я имею в виду, муниципальные организации на выездных совещаниях, в том числе я там раза три был на этих совещаниях. Мы, в принципе, все рассчитали максимально, да, и, как бы сказать, согласились, да, что, например, столько-то деревьев должно быть срублено. Вот проте сейчас деревья, которые говорят, это, я так понимаю, их нет, их не было тогда в этих переговорах, да, их не было, и разрешения на них не выдавались до сих пор. Вот. Но я подозреваю, что такое может быть, потому что сейчас делают доотвод, потому что сейчас разрабатывают проект коммуникации, туда должно быть там и тепло подойти, и горячее водоснабжение. Мы предложили тоже, как бы, свои варианты для того, чтобы максимально меньше попало туда деревьев, и максимально, чтобы было комфортнее жителям. Вот. Но если вдруг такое произойдет, такое произойдет, я думаю, что паниковать не надо, значит, я думаю, что все вопросы с компанией, застройщиком мы решим, и мы там высадим нормальные деревья, нормальные, я имею в виду не такие там кустики, да, а такие же высокие, как мы высаживаем всегда традиционно семи-восьми там летки, семи-восьми-девятилетки, да, первой категории закрытой корневой системы. Я думаю, что мы найдем такой способ это сделать, и жители будут довольны. Но при любом решении, да, значит, позитивном там или там негативным для жителей в данный момент, я думаю, что надо просто будет отнестись к этому с пониманием, потому что там не магазин строят, в конце концов, да, а социальный объект, детский сад. То есть, в любом случае, если даже и снесут, все равно будут высаживать. Да, будем, конечно, конечно. То есть, всегда, то есть, будет, в любом случае будет сделан проект благоустройства, да, озеленения, да, этого детского сада, а непосредственно там, где происходила вырубка, мы максимально посадим деревья. Но, естественно, на коммуникации их сажать никто не будет. Понятно. Есть охранная зона определенная. Понятно. Значит, Ажбеш, вы ответили по поводу лесного массива, это вы уже ответили, и по поводу контроля атмосферного выброса в атмосферу, вопрос, который нам задавал наш пользователь сети Кирилл Павлов, также вы на него уже ответили, поэтому я задавать его не буду. Большое спасибо, что пришли, успехов вам в вашей нелегкой и энергичной работе на благо нашего города. Соответственно, мы, как жители, будем стараться вам в этом помогать. Друзья, а тех, кто, может быть, действительно в курсе вот этой истории на Пионерской, где, значит, практически подвели деревья к тому, чтобы они прекратили свое существование, если кто-то что-то знает, Альберт, куда? Обратиться к нам? Обратиться к нам в отдел экологии. В отдел экологии, да, координаты есть. Да, 8495-522-5285. Спасибо большое. Пожалуйста. Звоните. Альберт Викторович Горячий был сегодня на нашей программе «Открытый микрофон», а мы продолжаем программы «Радио наше Подмосковье». Спасибо. Открытый микрофон.